Видео подготовлено сайтом уроки ТВ. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника алгебра 7 класса, авторы Межзляк Полунский и Керпо, номером 328. Нас просят доказать, что значение выражения кратно 8 при любом натуральном значении n. Итак, докажем, что данная разность кратна 8 при натуральном значении n. Для этого раскроем с вами скобки. Перед первыми скобками 9-18n ничего не стоит, поэтому это будет 9-18n. Давайте мы запишем условие. И раскрываем скобки. 9-18n. А вот перед вторыми скобками стоит знак минус. Мы этот минус писать не будем, скобки писать не будем, все знаки в скобках поменяем на противоположные. Перед 6n знак не стоит, это плюс, меняем на противоположные, на минус. Будет минус 6n. Перед 7 стоит знак минус, меняем на противоположные, будет плюс. Теперь приведем подобные слагаемые. К 9 прибавляем 7, это 16. Минус 18n и минус 6n. Складываем коэффициенты. Мы складываем два отрицательных числа, результат будет отрицательный. Ставим знак минус, а теперь складываем модули. К 18 прибавляем 6, получаем 24. И дописываем буквенную часть n. Мы знаем, что если число можно представить в виде суммы или разности двух чисел, каждая из которых кратна данному, то значит сумма разность кратна данному числу. Итак, смотрим, что такое 16. Это 8 умножить на 2, потому что 16 кратна 8. Поэтому можно представить в виде произведения 1 из множителей 8, 2 натуральное число. Минус 24. 24 можно представить в виде произведения 8 умножить на 3. И n. А теперь воспользуемся следствием распределительного свойства умножения или вынесем за скобки общий множитель 8. В скобках останется 2 минус 3m. Так как мы представили данное выражение в виде произведения, один из множителей 8, а второй множитель будет целым числом, то мы доказали, что данное выражение кратна 8. А 2 минус 3m – это выражение. При натуральном значении n будет принадлежать множеству целых чисел. При n, равном 1, будет минус 1. При n, равном 2, минус 3 умножаем на 2. Это будет минус 6. Минус 6 плюс 2 будет 4. То есть мы будем получать целые числа. Все, мы справились с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео. Спасибо.